В доме событий страшней нет, из стенки вырвали гвоздь. В течение дней шелестенье лет, туман, ветер и шум дождя. Не было довольно того, что след остался после гвоздя, когда же след от гвоздя исчез под кистью старого маляра. Мне было довольно того, что след гвоздя был виден вчера. Моей любви ты боялся зря, не так я страшно люблю. Мне было довольно видеть тебя, встречать улыбку твою. И в теплом ветре ловить опять, то скрипок плачь, то летавров месть. А что я с этого буду иметь? Того тебе не понять. Ну что вам еще рассказать о себе? Жизнь полна неожиданностей. Кстати, вы не помните, кто сказал? Кажется, Вольтер. В общем, мои родные принадлежали к аристократическому роду. Мама из научной среды, а папа... Папа был очень красивый. Смесь цыгана с Югославом. Вы представляете картину? Мама юная светская с жонглёром убежала. Без всего, с одной только супер. Опять забыла твоё имя. Мама нарекла меня Ларан. Ларан? Дедушка звал Ларису, а близкие просто Ларан. Близкие-то это кто? Те, кто недалеко. Остальные откликают тебя Ларан? Ну да. Отчество-то, как наш. Папу звали Ларя. Я из сумасшедшего дома. И я серьёзный гражданин. И я серьёзный товарищ. А в чём дело? Ни в чём. Просто мне показалось, что я вас видел здесь несколько лет назад. И решил узнать, больной вы или нет. Здесь ещё одна девушка была. Девушка? Цветов приехала на ради полевых. Она в школе гербарии задали. А если без шуток? Слушайте. Чего вы ко мне прицепились-то все, а? Я вас, кажется, не трогаю. Ещё бы не хватало, чтобы ты меня трогала. Фамилию выспер мне. Какую фамилию? Фамилию. Чего ты прицепилась-то мне? С вами не говорят. Фамилию. 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 Следите за афишами. Мы на это отвечаем. Девушку Мария зовут. Да. Пожарница вас ищет. Какая? Так, ладно, иди погуляй. Ой. Да кто ты такой? Где он? Где чей смудирил? Офицеры-то, а? Этот, что был, он с вами? Он? Он физик-атомщик. Вы вообще представляете, какая у него нагрузка на мозг? Вот вы себя на его место поставите. Вот в день столько, сколько у вас за пятилетку. А может с вами ещё и шутит? Силы в себе находят. Понятно. Ладно, пойду, действительно, прогуляюсь. Кстати, не подскажете в зонтик-то брать с собой? Ой, да старый, поврёшь ещё, отвечай. Могу это, чучелом работать, товаром с тобой. Молодой человек. Я вам столько раз повторяла, не нарушайте правила распорядка. Здесь женское помещение. Что смеётесь-то? Мужчинам надо выйти. Здорово, Марья. Вань, кто у вас живёт третий дом на повороте? Нет, ты представляешь, идея говорит ко мне потрачить за два огурца в месяц. Больше двух не могу, не урожай. Ты не провезла с собой поесть-то? Я ищу там. А чё не привезла? А чё это? Там ваша на сайте. Тебя не нравится. Бери хлеб. Вот твою внизу на дороге. На дороге высота. А здесь ты? Здесь ты зачем? Скажешь, домой заходил? Забыл бинокль, понял? Всё в порядке. И такое задание дали. Чтоб никто лишний в столицу не проехал. Так или нет? Вот её надо домой к нам. Я... Которую? Её Мария зовут. Твой дом теперь в Москве. Там ваша про тебя не верю. А я вот здесь среди. Ой, смотри, ну как. Так, ладно, пойдём на лозуку. Ударов, у меня дел здесь полно. Песку бочки наносить. Шланги проверить. Вот сушняк. Всё рассоснуть с одной из пленокладушек. Ладно, жбать-то в этом. Ты плохо службу служишь, сынок. Лейтенант, слава богу, нашёлся. Пошёл, сказал, наверх. Наблюдательный пункт оборудов. На нас сейчас весь мир смотрит. А ты вот китель скинул, рубашку расстегнул до пупана. Я смотреть на тебя не могу. Всё, иди отсюда, не позорь. Мать, слушай. Так, иди ты домой сразу. Лейтенант, а ты не указывай мне, сколько пить. Вот да. Иди, там тебя ищут уже. Наверное. Где лопата, а? Здесь же стояла. Вань, она во дворе должна. Ты сказала подмести, я подмела. Во дворе стоит. Твою яму копаешь. Метла у меня для полёта. О, лампочка в патроне. Муж мой был путейский обходчик. Ну, люди его называли заходчиком. Гулял он от него. У нас всякая шваль делилась. Кому в город нельзя было, цыгане. А? Он и к ним заходил. Татарин он был. С юга, с крыльских степей. С умнейшей головой. Знаешь что? На газету раз посмотрит, всё наизусть вспомнит. Даже в какой типографии отпечатал. Не мог он дома дня просидеть. А потолок, говорит, мешает. Я-то не мог говорить. Решила за ним проследить. Ты меня слушаешь? Я вас слышу. Слух не болит. Идёт он ночью по колее. А я за ним, придорожником. Так что? Они, как остановился. Голубь назад запрокинуло. Стой! 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 Долго так стой! Нет, друг! Татарская кровь к ним заговорила. Может он молится. А он вдруг так закричит, вверх, по-волчьи. Я как косой средний балку лап закресила, назад я домой ползала, у меня ноги отбились. Я ведь только потом поняла, что это он пил, каждую ночь, когда ветер к нам был доносил. Ты чего? Песня такая. Меня один зодчий лепил из пластилина эскизно, потом отлил бронзи, отвез на выставку, взял диплом первой степени, скотина. Знаете, как мою статую назвал? Девушка с кувалбой. А потом отвез куда-то на заставу и продал за полцетни ракобанево мясо. Я, Валентин, валю. Подъехали к тебе. Соседи говорят, поднимайтесь, резервация ваша наверху, а сюда колдобины. Овсяников только новую машину взял, зубами скрипит, говорит, двигатель надорвется. Ну, народ, а, все знает. Уже и нервык нашили, резервация. Ань, ты что-то болтала? Да я таких слов не знаю. Напарнице твоей не понравилось. И самой бы тебе неплохо было бы сюда требовать приехать, извините, пожалуйста. Ну вот такое у меня жилище. Это Анна и Мария. И растет. Может, еще кто подъедет. Нет, нет, все равно, больно ты страшна. Ну скажи, что из сельской местности, пастушка. Скажи, Лора на подходе? Имеем такой сортимент выбора. А я ее не трогаю. Я голоса тебе выру, поняла? Точно. Что думаешь, я невалерик, что ли, со всех? Я импорту работала, у меня с торговой пиле. Рио-де-Жанейро, Марсель, Гарачио. Ждите, девочки, мы скоро будем ваши. Сигарета дала в зубы. Лейтенант, скажи спасибо. Чао. Вот вы знаете, я и во сне летала, и наяву летала. А вырасти так и не удалось. Я и с горы прыгала, и на горы летала. Даже сейчас, представляете? Вот она, новая. Странно, почему вы заговорили именно об этом? Я как раз подумал примерно о том же. Вот на этой койке лежал один грек, некто Иаде. Кличку, конечно, дали ему Одиссей. И спрашивали, как дела, Одиссей? А он лежу на облаках. Слушайте, а хорошо дурака. Захотел, лег на облаках. Нет, у меня все просто. Я воздушная гимнастка. Вы знаете, я с детства в цирке. Меня родители постоянно брали с собой. Ну а что я? Я удобную крошку была, знаете, из ящика в ящик. Так дырк-дырк-дырк-дырк. Пилили меня постоянно. Не по-настоящему, конечно же. А теперь я воздушная гимнастка. И вы знаете, в Москве, в Москве хочу что-нибудь показать. Вот думаю пока. Вот у меня есть идея. Послушайте. Я вся в красном, подкупленный цирк. Меня передают из рук в руки, как вымел какой-то приходящий. Знаете, я летаю. Я летаю. Благодарю. Все лучше перед кем-нибудь словами облегчить мне грудь. Но людям я не делал зла. И потому мои дела немного пользы вам узнать. А душу можно ли рассказать? Я мало жил и жил в плену. Таких две жизни за одну, но только полную тревогу я променял бы. Если мог. Думала, надену на каком-нибудь приеме. Для чемпиона. Клара... Клара была в судаке у меня в прошлом лет. Обещала привлечить в этом. Говорила, будут шансы. А вот видите, где я оказалась? Ну, ничего. Сумасшедший доктор... Тоже подойдет. Ну, иди сюда. Шансик. Ну, подожди, ты только не торопись, ладно? Да стой! Нравлюсь я тебе. Да. А я это сразу поняла, когда ты... Когда ты вернулась. Ничего, ты... Боишься? Да не бойся. Надо же ведь, чтобы у нас с тобой все красиво было, да? Ой, смотри. Еще светло. Звезда уже горит. Это Венера. Богиня любви. Торопится девушка себя показать. Замуж хочет. Это сигнальная ракета. Ночь-то боская темна. Только звезды и луна. Над рекою, над рекою, Над рекою, плеск весла. За рекою крик осла. У пастушки пастух, У пеструшки петух, У козлицы козел, У ослицы осел, Ну, а я, ну, а я одинокая. На заре пастух встает, На заре петух поет. За колецей, за колецей, За колецей, за колецей села Раздается крик осла. У пастушки пастух, У бездружки петух, у козлицы козёл, у отлицы осёл, ну а я, ну а я одинокая.